С историческими фактами о военном прошлом Волгограда, экспонатами музея-заповедника «Сталинградская битва», панорамой грандиозной битвы на Волге познакомились более ста кадетов из Ростова-на-Дону под патронажем полицейских. Именно здесь было самое страшное сражение в истории человечества. Именно здесь Красная Армия сломала хребет фашистам. Именно здесь погибали люди всех национальностей. И выстояли, потому что они были едины, они были вместе. В том числе на Сталинградской земле погибло и много жителей Ростовской области. Посещение города-героя воспитанниками школ-интернатов Донского императора Александра III Казачьего кадетского корпуса, Шахтинского имени Бакланова Казачьего кадетского корпуса, Белокалитвинского имени Матвея Платова Казачьего кадетского корпуса прошло в рамках сотрудничества с Главным управлением ВД России по Волгоградской области и Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовского региона под руководством директора Михаила Корнеева. У меня очень хорошее впечатление об этом в городе. Я как бы не раз о нем читал об этом городе, смотрел какие-то исторические фильмы. Я всегда хотел здесь побывать. Мне очень произвело впечатление то, что героизм и доблесть наших солдат, как они стояли до последнего, не отступали ни при каких условиях. Я прочувствовал то, что чувствовали наши предки, то, что вот это вот все, как им сложно доставалось от Мамаев курган, как они бились до последнего, чтобы отстоять эту главную высоту этого города. Патриотическая акция приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне и направлена на углубленное знакомство кадетов, будущих защитников Родины, с историей родного края. За один день они посетили с экскурсии выставку военной техники, увидели танки, пушки, в музее панораме рассмотрели фотографии, медали обмундирования героев Сталинградской битвы, возложили цветы к вечному огню в пантеоне славы на Мамаевом кургане, а также на мемориальном кладбище у таблички в память ростовчан, погибших под Сталинградом. Все время экскурсии с кадетами из Ростова-на-Дону провел начальник главка МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, который подчеркнул значимость подобных совместных акций.